Белое нельзя воротить Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Что такое? Вроде все было Так, второе начало Ну, надо еще сказать чуть-чуть про первое начало Значит, мы его писали Но вот в школе разговор про первое начало Начинался с таких слов Первое начало термодинамики Это закон сохранения энергии Записанный на языке Удобным для решения задач теплофизики Вот так было написано Ну, с этим трудно не согласиться Но вот в теплофизике есть одна очень серьезная задача Это построение вечного двигателя первого рода Давайте запишем Вечный двигатель первого рода Это такое гипотетическое Не гипотическое, не больное гепатит А гипотетическое устройство Которое способно производить работу или энергию В количестве превышающим Необходимое для его Приведения в рабочее состояние То есть это вот некоторый ящик Который для того, чтобы работал Ему нужен в масштабе соответствующий Вот такой поток энергии А на выходе У него вот такой поток энергии Получается Тогда, если такое бы мы построили То вот из этого потока Мы маленький поток завернули бы сюда А остаток продавали бы И он сам бы себя поддерживал И при этом вырабатывал бы энергию А энергию можно продавать Очень экономически привлекательное устройство Знаете, периодически появляются люди Которые пишут письма нам Что они знают, как построить двигатель Просят некоторых денег Говорят, что мы потом обогатимся Я всегда отвечаю Почему вы такие странные? Зачем вы меня обогащите? Сами обогащаются Они почему-то хотят от нас немного денег И мы обогатимся Зачем же немного? Сами построите Сами обогащайте Вот почему-то они не хотят Сами строить вечный двигатель Первого раза Ну, хотя Двигателей-то можно много таких придумать Ну, про капиллярность-то слышали? Ну, так дальше Берем смачивающую жидкость Ставим капилляр Он поднимается Высоко Здесь делаем дырочку Отсюда вода начинает течь Тут ставим турбинку Дальше мы знаем Что под искривленной поверхностью Давление меньше, чем под такое Делаем капилляр В виде круга Капаем сюда смачивающую жидкость А рядом капаем Несмачивающую жидкость У нее не низко такое Тут давление уменьшенное Тут увеличенное Тут давление больше, чем здесь Что будет с отвертучью? Вот такой вечный двигатель Я помню Когда-то был Хороший проект Кстати, придумал его Итмо Но продержалось недолго Года три Такой у вас Парфенов есть Который программистов Вот всех Почет Он сказал Ребят, что вы тут У друга Сильных ребят Вырываем Давайте Не так много в Питере Сильных ребят Давайте сделаем так Соберем их вместе Физики Физики будут учить с универа Математики Математики с матмеха будут учить А итмопсы будут программозны И мы сделаем Вот так Слушайте Один год просто Мы наслаждались Так интересно было Все лекции Это был такой пинг-панк Кто кого грязью В лицо Оттуда вопросы Сыпались Вы-то все молчите Оттуда вопрос А вот так А вот так А вот так Я теперь даже Иногда Надо бы и здесь Вот такое сделать Только Ехать там далеко И неудобно Старковаться здесь Нельзя Вот В лети мы Там У нас новая преподаватель Появилась Оля Которая хорошо Все знает Мы вместе Лекции читаем И друг друга Закапываем Эти-то молчат Все А мы друг друга Закапываем Друг друга Подкалываем Забавно 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 Так вот Тогда Ребята Мне такой Вечный двигатель Предложили Они говорят Александр Сергеевич Представьте себе Всю вселенную Заполненную водой Я говорю Не могу Представить Что Говорит Так Ну Говорю Там Неоднородности Гравитационные Начнется Сжатие Там Звезды Из воды Начнут Образовываться Неустойчивости Будут Ну Говорит Ладно Вы представьте Пока еще Все это Не началось Я говорю Ну Ладно Черт Давайте Рассмотрим Во вселенной Заполненной Водой Два Чугунных Шарика Понятно Понятно Что Вот этот Кусок воды Этот Шарик Притягивает Одинаково Да Со всех сторон Вот если Мы возьмем Симметричный Кусок воды То этот Более Плотный Чем Вода Поэтому Этот Притягивает Его Сильнее Чем Гравитационный Поэтому В такой Вселенной Где есть Только два Шарика И все Заполнено Водой На шарике Будет действовать Сила Притяжения Согласны Да И они Полетят Друг Друг А давайте Теперь Рассмотрим Два Пенопластовых Шарик Которых Плотность Меньше Чем Плотность Воды Тогда Соответствующие Объемчики Воды Симметрично Расположенные Имеют Большую Плотность И большую Массу И тогда Куда Будут действовать Силы На пенопластовые Шарики В разные Стороны Да Вообще Интересно Уже Оказывается Во Вселенной Заполненной Водой Пенопластовые Шарики Отталкиваются Ну Так Так Сейчас Будет Интересно А давайте Один шарик Возьмем Чугунный А другой Пенопласт Это пустые Это объемы Воды На этот Шарик Отсюда Действует Большая Сила А на этот Шарик Отсюда Действует Эти Два Шарика Полетят В одну Сторону Ускоренно Ну Дальше Все Понятно Мы Построили Вечный Двигатель Первого Рода Ну Че Сейчас Кажется Ну Это Я Это У нас Когда Мы В тридцатке В последнем Классе Учились Был конкурс На Вечные Двигатели Это Я Предложил А Это Стар Цветков Все Работать Понятно Что Работать Не Будет Все Потому Что Есть Закон Сохранения Энергии Но Всегда Возникает Вопрос Почему Конкретно Работать Чего Здесь Подняло Воду Вышито Поверхностное Натяжение Смачивание Это Значит Что Вода К стенкам Этой Трубочки Притягивается Сильнее Чем Друг К другу Вот Когда Здесь Вы Сделаете Дырочку Она Будет Притягиваться К жидкости Сильнее И Никуда Не Потечет Из-за Поверхностного Натяжения Можно Воду Даже В сите Держать Некоторое Количество Она Вот Так В Ачейки Провиснет Такие Капельки Будут Висеть Поэтому Немножко Воды Можно В сите Держать Если Вода Смачивает Поверхность Ситы И тут Безо Смачивания Вода Вот Так Выгнется И Никуда Не потечет А если Вы Сделаете Большую Дырку Чтоб Капиллярности Не было Такое Можно Сделать Но тогда Вода Сюда Не пройдет Тогда И она Эта Дырка Не даст Воде Подниматься Поэтому Чтобы Вода Сюда Долезла Вы можете Сделать Только Маленькую Дырочку А если Сделаете Маленькую Дырочку То Смачивать Здесь То же Самое Конечно Все Дело В том Что В точке Соприкосновения Двух Короче Мы не говорим О том Что происходит В этой точке Соприкосновения Как ведут Себя Поверхности Жидкости И притяжение Их Капилляру В этой точке Соприкосновения Если во всем Аккуратно Разобраться Все будет Таким Ну а здесь Я вас два раза Обманул И тут Скажите пожалуйста Пузырьки Шампанского Куда плывут Когда Вверх Поэтому Пузырьки Плывут Не туда Куда Равнодействующая Сила Тяжести Действует А в обратную И поэтому Два Пенопластовых Шарика Силы На них В эти Стороны Действуют А поплывут Да Они Сюда Потому что Кроме сил Гравитации Есть еще Архимедов Сила Которая Окажется Здесь Больше А здесь Тоже Шарики Поплывут Против Этот Поплывет Куда Надо Сюда А этот Поплывет Поскольку Он пустой Никуда На него Сила Действует А в обратную сторону И вот В такой Вселенной Пенопластовые Чугунный Шарик Они Будут Расталкиваться Но если Расталкиваться Ничего страшного Они будут Удаляться И рано Или поздно Перестанут Взаимодействовать И остановятся Мы никакого Вечного Двигателя Не построим Так что Даже С вечными Двигателями Первого Рода Казалось бы Каждый Понимает Что он Невозможен Но вообще-то Мозги-то Затурить Как ничего Делать На самом деле На физфаке Такое есть Мероприятие Challenge Cup Это что-то Вроде КВН Между Преподавателями И студентами И вот Однажды Мы студентам Задали Такой вопрос Что общего Между Вечным Двигателем Первого Рода И вечным Студентом Первого Курса Ответ Был Такой И тех И других Не принимает Французская Академия Наук Когда-то Французская Академия Наук Издала Специальное Указание О том Что она Не будет Рассматривать Проектов Вечных Двигателей И Свидетельств Очевидцев О падении Камней С неба Наверное Их там Достали Кстати Второе Это неверное Метеориты С неба Падают Ну редко Но падают Но гораздо реже Чем очевидцы Это Ну вот Это про Вечный Двигатель Первого Рода Это я так Шутил А вот Теперь мы Переходим Ко второму Началу Термодинамики У него Есть Несколько Формулировок Ну Пожалуй Самая Общая Формулировка Второго Начала Термодинамики Звучит Так Существует Необратимый Процесс Это Это очень Странно Дело в том Что в механике За все Отвечает Второй Закон Ньютона И посмотрите Если мы Время Запустим В обратную сторону Термодинамики Термодинамики Это означает Что все Взаимодействия Механические Классические Обратимы Это означает Что если пара Молекул Со скоростями В1 И В2 Слетаясь Столкнулась И разлетелись Со скоростью О1 И У2 То если мы Теперь Заставим Их Сталкиваться Со скоростью О1 И У2 То они Разлетятся С какими Скоростями В1 В2 И Законом Упругого Удара Так Получается Столкновение Обратимы С другой Стороны Мы понимаем Что в Идеальном Газе Ничего Кроме Столкновения Молекул Нет Если Мы здесь Снимем Видеофильм Столкновение Двух Молекул Такой фильм Крутой А потом Забудем Где у нас Начало Записи Когда его Можно вставить Вперед И назад Раньше Пока пленка Была Это легко Было Ошибиться Если мы Вставим Его задом Наперед И увидим Слетающиеся Молекул У1 И У2 И разлетающиеся В1 В2 Мы Никакого Нарушения Физики Не увидим Это будет Нормальное Столкновение Но поскольку Согласно Молекулярной Кинетической Теории У нас Нет ничего В газе Кроме Столкновений То значит Никаких Необратимых Процессов В газе Быть не должно Но вы же Понимаете Что это Не так Если Мы Смешаем Холодный И горячий Газ И помешаем Ложечкой У нас Будет Теплый Газ Но если Мы Помешаем В обратную Сторону Он Не разделится На горячий И холодный Или еще Интереснее Мы Наберем Газ Из двух Молекул Разного Сорта Условно Из красных Молекул И синих Молекул Вот здесь В сосуде Будут Синие Молекулы Находиться А здесь В сосуде Красные Молекулы Можно такое Сделать Ну Наверное Ну или Красную Синюю Жидкость Ну Наверное Можно Да Налить Синюю Жидкость Заморозить Налить Красную Чтобы они Не перемешивались Потом Включим Температуру Молекулы Хаотически Двигаются Ну понятно Что если Эта молекула Хоть сюда Хоть сюда Звинется Ничего не Изменится А если Вот эта Синяя Молекула Прыгнет Сюда Короче Эта Граница Начнется Расползаться Ну Чипузия Обычная И рано Или поздно Они Перемешаются Будет Бурая Жидкость А обратный Процесс Возможен Бурая Жидкость Может разделиться На синие И красные Молеку Ну Как-то Сомнительно Вообще Согласитесь Что-то Весь Мой Жизненный Опыт Показывает Что Вообще Говоря Нет Или Если Мы Роняем Вазу Она Разбивается В дребезги Вода Разливается Возможен Процесс Что Она Сама Собралась Взлетела На шкаф И стоит Целая Ну Как-то Странно Вот Тогда Возникает Реальная Проблема Если Мы Говорим Что Внутри Вещества Нет Ничего Кроме Сталкивающихся Молекул А Каждое Столкновение Обратимо Откуда Взялись Необратимые Процессы Понимаете Что Получается Если Мы Снимаем Фильм Перемешивания Двух Жидкостей Издалека Когда Видна Вся Жидкость У нас Есть Необратимый Процесс Она Становится Бурой А если Мы Снимаем Фильм С таким Разрешением Что Мы Видим Только Столкновение Пар Молекул У нас У нас Все Обратимо Вот Возникает Большая Проблема Как Из Микроскопических Обратимых Процессов Могут Получаться Макроскопические Необратимые Процессы Вот В чем Проблема Это Серьезная Проблема Так Смотрите Вам Что В школе Это Не Рассказывали Нет Охренеть Я Так В тридцатке Это Девятиклассикам Рассказывал Мне Не то Перед ним Как-то Неудобно О таких Простых Вещах Говорю Ну ладно Ну ладно Ну ладно Тогда Прежде чем Двигаться Чуть-чуть Дальше Давайте Договоримся Как Работает Тепловая Машина Давайте Запишем Тепловая Машина Это Устройство Способное Превращать Внутреннюю Энергию Вещества Полезную Работу Но я вам Напомню Что если Нарисовать В координатах П от В Какой-нибудь Циклический Процесс То работа Будет равна За цикл Будет равна Площади Под графиком Отсюда Очень простой Способ Получать работу Гоняйте газ По этому Процессу И будете Получать работу Весь вопрос Как Практически Это Сделать Ну Практически Так Как работает Четырехцилиндровый Двигатель Вам рассказывали Рассказывать Там есть Впуск Напуск Рабочий Ход Зажигание Выпуск Тогда как работает Четырехцилиндровый Двигатель Рассказывать не буду Расскажу То что приведет В кислую улыбку Работников Автосервиса Им то надо Чтобы хорошо Двигатель Работал Вот если Они Как физик Об этом Говорит Они скажут У этих физиков Никогда ничего Не поедет Я расскажу Вам так Как Что приведет В тоску Работников Автосервиса С точки Зрения физики Любая Тепловая Машина Устроена Так Вот есть Нагреватель Тело При большой Температуре Есть Холодильник Тело При низкой Температуре И есть Рабочее Тело Мы Сперва Соприкасаем Рабочее Тело С нагревателем И Сколько Тепла От Нагревателя Переходит К Рабочему Телу Дельта К Нагревателю При этом Температура Тела Повышается И Тело Меняет Свои Размеры Как правило Расширяется Правда Может Сжиматься Это Неважно Обычно Тела Устроены Так Что при Нагревании Они Расширяются Если Тело Расширяется То 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 Что Оно Двигается Можно Превратить В Полезную Работу Оно Может Толкать Какой Нибудь Рычаг Рычаг Начнет Раскручивать Колесо В общем Что-нибудь Полезное Получится И Поэтому Один раз Нагрев Тело Мы Немножко Проедем Но Нам Дальше Хочется Ехать Конечно Можно Тело Дальше Нагревать Но Рано Или Поздно Мы Получим Температуру Большую Чем Нагреватель И Тело Расплавится Хотелось Тело Вернуть В Исходное Положение Поэтому Мы Теперь Соприкасаем Тело С Холодильником И Охлаждаем Его До Температуры Холодильника При Этому Часть Энергии От Телезную Работу Вот Схема Работы Любого Теплового Двигателя Но Тогда Есть Очень Хорошее Понятие КПД КПД Это Отношение Того Что мы Хотим Получить В нашем Случе Работу К тому Сколько Мы Затратили В нашем Случа Сколько Тепла Мы Взяли От Нагревателя То Что Мы Часть Тепла Отдаем Холодильнику Когда Мы Считаем Деньги Оно Не Работает Потому Что Мы В автомобиле Отдаем Примерно Половину Тепла Холодильнику В данном Случе Что Является В автомобиле Нагреватель Взорвавшийся Бензин У вас Целин Ну Смесь Бензина С кислородом А Холодильником Атмосфера Да Это Что Вы Хотите Получить К тому За что Вы Платите Ну А дальше Если у Нас Больше Никуда Энергия Не Девается Если там У нас Не Деформируется Металлогическая Стенка Или Химические Реакции Не Идут То Вот Эта Работа Из Закона Сохранения Это Сколько Мы Получили От Нагревателя Минус Сколько Отдали Холодильнику Делить На Дельта К Нагреватель Ну И тогда Мы Получаем Что КПД Любой Машины Это Будет Единица Минус Тепло Отданное Холодильнику Делить На Тепло От Нагревателя И Эта Штука Всегда Меньше Единицы Именно Вот Из-за Этого Потому Что Мы Часть Тепла Отдаем Холодильник Тут Сразу Возникает Вопрос Зачем Тогда Холодильник Давайте Без Холодильника Работать КПД Будет 100% Не Получится Смотрите Координатах П От В Нам Нужен Вот Такой Процесс Вот На этом Участке Работа Положительна На этом Участке Работа Отрицательна Но Чтобы Отрицательная Работа Была Меньше Чем Положительная Надо Чтобы Мы Шли Здесь А что Можно сказать О температурах Тут И температурах Тут Как Выглядит Изотерма Вот Так Поэтому Здесь Температуры Выше А тут Температуры Ниже И Холодильник Нужен Для того Чтобы Возвращаться при более низкой температуре. Только тогда получится площадь под графиком. Грубо говоря, на этой части мы берем тепло от нагревателя, а на этой отдаем его холодильнику, чтобы вернуться, совершив меньшую работу. Поэтому без холодильника никак не обойтись. Ну а дальше вот какая проблема-то. Понятно, что когда мы без конца к нагревателю рабочее тело приставляем, то что будет с температурой нагревателя? Она будет падать. А что будет с температурой холодильника? Она будет расти. И в какой-то момент эти температуры что сделают? Выровняются. Тогда наша машина остановится. Вот когда у нас выровняются эти температуры, это называется тепловая смерть этого устройства. Дальше оно работать не мог. Тогда наша система придет в термодинамическое равновесие. Вы понимаете, это все работает, пока оно не равновесно. Пока эти температуры разные. Ну а вот теперь я могу сформулировать второе начало термодинамии. Вторую формулировку. Первая была необратимый процесс. Да, кстати, это необратимый процесс. У нас от нагревателя к холодильнику перешло тепло. От холодильника к нагревателю оно само не перейдет. А теперь вторая формулировка второго начала. Невозможен вечный двигатель второго рода. Естественно, надо теперь сказать, что такое вечный двигатель второго рода. Вечный двигатель второго рода – это такое гипотетическое устройство. Опять гипотетическое. Которое может совершать полезную работу, используя внутреннюю энергию вещества, находящегося в термодинамическом равновесии. Это такое гипотетическое устройство, которое может совершать полезную работу, используя внутреннюю энергию вещества, находящегося в термодинамическом равновесии. О чем идет речь. Вот имеется комната, наша аудитория Тут жарко Что надо сделать, чтобы понизить температуру? Притащить кондиционер? Мало притащить, его надо включить в сеть Он сколько-то поработает И здесь станет прохладнее Только кондиционер потребляет электроэнергию Вы понимаете, какая чушь-то? Если в комнате стало прохладнее То что стало с внутренней энергией газа в этой комнате? Она уменьшилась Но оказывается, для того, чтобы уменьшить энергию газа в этой комнате Надо потреблять еще дополнительную энергию Что за хрень-то? А почему нельзя сделать так, чтобы вначале была температура Т2 большая? Она превратилась в температуру Т1 более низкую А тогда количество энергии дельта Ку равная теплоемкость На Т2 минус Т1 Это же энергия, на которой уменьшилась энергия газа здесь Собрать и продать Почему, когда работает кондиционер, мы за это платим? Казалось бы, кондиционер должен вырабатывать электроэнергию Он же уменьшает энергию здесь Если работает закон сохранения энергии, то отсюда мы берем энергию А если мы берем, она полезна, ее можно продавать Вот, господа, вечный двигатель второго рода Это такое гипотетическое устройство Которое может понижать температуру в комнате Собирать эту энергию, а дальше ехать с помощью ее Электроэнергию вырабатывать Очень полезное дело Так вот, второе начало термодинамики Говорит, что если здесь все было в термодинамическом равновесии Такая машина работать не будет Понятно, что это не вечный двигатель Он не будет работать вечно Закон сохранения энергии позволяет здесь опускаться температурой до какого момента? До абсолютного нуля Дальше не проедешь Все кончится Но до абсолютного нуля Почему нельзя понизить энергию, а энергию собрать и продать? Вот в чем проблема Он вечный в том же смысле Он не вечный, конечно, по своей идеологии Он вечный в том же смысле, что он невозможен, как и первый вечный двигатель Так тоже нельзя Это уже было на обычном КВЛе где-то в 60-е годы Пока первый раз КВЛ не закрыли Одни студенты, других задают тоже хороший вопрос Что всегда стоит? Ответ был Вечный двигатель первого рода Как, впрочем, и второго Второй тоже стоит Он никуда не поедет Ну, сейчас я вам снова накидаю несколько проектов Вечный двигатель второго рода Которые, казалось бы, должны работать Кто такой храповичок и собачка, знаете? Вижу, половину не знаю Давайте сделаем колесо У которого обод сделаем вот таким А здесь поставим палочку Которую через пружинку прикрепим к стенке А тут будет ось Смотрите, как интересно Если я в эту сторону буду крутить колесо Эта стенка будет толкать палочку Пружинка будет сжиматься И очень охотно колесо прокрутится И когда зуб подойдет сюда Дальше палочка соскочит сюда И будет иногда... Крючка сюда крутить можно Она будет иногда пролететь вниз А если я попробую в эту сторону крутить Что будет? Как только этот зуб подойдет сюда Дальше сколько ни толкай Ничего не повернется Это такое забавное устройство Которое можно крутить только в одну сторону Когда у вас в велосипеде Это главная часть вашего велосипеда Там в одну сторону педали крутишь Есть сцепление с колесом? В другую сторону крутишь? Нет сцепления с колесом Почему? А вот между той шестеренкой сзади Куда идет цепь и колесом Стоит вот такой храповичок с собачкой А если вы едете на отдыхе На хорошем спортивном велосипеде Вы слышите такое потрескивание Слышали в задней втулке? Она так... Это вот оно спрыгивает с этих Вы что, заднюю втулку никогда не разбирали? Вы даже не знаете... Вы, наверное, там и собачек-то не найдете Это вот такие махонькие две пластиночки И там две махонькие пружинки Которые их подталкивают И вообще говоря Довожу до вашего сведения Эти пружинки иногда ломаются Если одна лопнет, ну еще куда не шла А если две лопнут Тогда вам будет все равно, куда крутить педали И никакого сцепления не будет Можно, конечно, велосипед о землю шарахнуть Так, чтобы случайно собачки вошли сюда И вы сколько-то проедете Ну, как вы только снова на отдых перейдете Их это выбьет собачку отсюда Пружинки нету Этому стержню все равно, как стоять И вы снова потеряете сцепление А, вы и на велосипеде далеко не ездите? Понятно Я первый раз с этим столкнулся Когда мы в Мурманск из Питера на велосипеде ездили И где-то в Карелии Где до ближайшего поселка было 250 километров У одного красавца это полетело Господа, на велосипеде Это можно починить Надо осторожно Развинтить втулку Там есть еще одна беда Между втулкой и колесом подшипник Без обоймы Там просто шарики Если вы просто развинтите У вас по всему асфальту шарики раскатятся И вы их обратно не соберете Тогда велосипеду конец Но если вы аккуратно развинетесь И увидите собаки И сумеете их там увидеть И понять, что это собачки Что-то же непросто То вообще говоря Если вы между собачкой и корпусом Ставите кусок ветки С какого-нибудь куста Несухой То на упругости Мокрой ветки Тысячи две километра Велосипед пробежит Пять уже не пробежит А тысячи две протащит Жуть Жуть, жуть, жуть Ну так вот Вот есть такое Кстати У часов заводных Если кто-то носит Как их заводит за эту головку Зад-вперед те ребят В одну сторону есть сцепление С механизмом Он заводится А в обратную Краковичок проскакивает Ну а если у нас есть такое устройство То вечный двигатель второго рода Построить ничего не стоит Давайте возьмем стержень На который поставим Вот такой симметричный парус На этот Ну стержень В подшипниках Закрепим Естественно В этот парус Будут ударять молекулы воздуха Хаотичные С этой стороны И с этой Из-за хаотичного движения С этой стороны И с той И все время Разное число молекул Ударяет И поэтому парус Будет совершать Слабые покачивания Слабое броуновское движение Понятно, что поскольку Меняется все хаотически Он будет покачиваться Около одного места Неподвижно Но мы хитрые Вот здесь Мы поставим Храповичок с собачкой И разрешим парусу Крутиться только в эту сторону А все Это вечный двигатель Второго рода Теперь сюда мы ставим Катушку С нитками Перекидываем нитку Через блок Вешаем Корзиночку Ну, конечно Килограммовую гирю На такой штуке Вы не поднимите А легенькую пылинку От пола До уровня парты Поднять, наверное, можно Ну, легенькую Ну, бог с ним С одной пылинкой Нет, не бог с ним Если мы можем поднять одну пылинку Мы здесь поставим Десять тысяч таких Устройств И поднимем на уровень Один метр от пола Десять тысяч пылинок А это будет уже Ощутимая масса А потом мы ее Одновременно Сбросим вниз С высоты Один метр Выделится энергия МЖХ Мы крутанем Турбинку Чего? Мы Получили энергию При этом У нас в комнате Стало чуть-чуть Похолоднее Вот вам Вечный двигатель Второго рода Так вот Второе начало Термодинамики Говорит, что Не получится Это работать Не будет Тогда возникает Вопрос Почему? А, кстати Есть еще один Хороший Вечный двигатель Второго рода Называется Демон Макс Когда-то Когда я только что Закончил Учиться А мне на физфаке Подошли ребята С военной кафедры Там преподаватели У нас с ними Хорошие были отношения Пока мы учились Мы подведились Там газету делать Чтобы В карауле не стоять Там Всякой туртой Не заниматься Мы им газету Стенную делали Сделали газету Майор Который к нам Представлен Хорошая газета Чего-то Говорит Не хватает Думал Думал Красный цвет Выкрасить Ну ладно Начальник Сказал Мы Эту Лист Скотчем Со всех сторон Рамку сделали Лист поливизатора Забрызгали Все красным Получилась Такая белая Рамка А там Красная На газетах Кстати Там Военные Они простые люди Они хорошие Но простые Они даже не поняли Что над ними Издеваются Они сказали Хорошо Чтобы кто-нибудь Стихи там написал Но мы собрали Со студентов Физиков Стихи Там такие были Стихи Тверже гранита Изорчи Орлов Наш командир Наш командир Подполковник Начальник военный Какой ответ Студент Студент Понимает И вот Электронные Спрашивать Можно сделать Студент Что хочет Говорит Она понимает Поймете Включаем программу Она пишет Там голоса Она не распознавала Там текст Она пишет Что сделал Максвелл Программа по физике Я пишу ответ Максвелл придумал Демона Максвелла Она пишет А что еще Я пишу Этого уже Более чем Достаточно Она мне поставила Два Но поскольку Они знали Только распределение Максвелла Молекул по скоростям И уравнение Максвелла Про демона Максвелла Они не знали Что же такое Демон Максвелла Это такой Мысленный Эксперимент Который придумал Максвелл Возьмем Некоторую Комнату Разделим Ее пополам И оставим В стенке Маленькую Дырочку А около Дырочки Приделаем Дверку Которую Можно Очень легко Двигать Она там Хорошо Смазана Короче На ее Движение Энергии Почти Не Но она Хорошо От ударов Защищает Она вот Сюда Сюда Лететь Не Можно Две Стенки Поставить Чтобы Стенка Никуда Не Чтобы Это Заглушку Можно И вот Около Этой Заглушки Посадим Демона Который Запрограммировал Наслед На самом деле Можно Придумать Вечный Двигатель Второго Рода Очень Просто Представьте Себе Вот Это У нас Обычная Тепловая Машина Она Работает Рано Или Поздно Наступило Равновесие Если Теперь Как Нибудь Температура Холодильника Упадет А температура Нагревателя Снова Возрастет А Ведь Снова Все Заработает Весь Вопрос Как-нибудь Вот так Чтобы Сделать Чтобы Эта Машина Из Равновесия Теплового Вернулась В неравновесное Состояние Вот о чем Мы понимаем Что это Необратимый Процесс Нагретое Тело Передает Тепло Холодному Обратно Вот Нельзя А вот Если Можно Тогда Мы Получили Вечный Двигатель Второго Рода Мы Включили Его Поработало Температура Выровнялись Потом Мы Как-нибудь Сделаем Температура Снова Разделились Он Снова Поработает Ну и так Далее Так вот Макс Придумал Такого Демона Который Так Это И будет Делать Идея Такая Демон Запрограммирован Следующим Образом Если С этой Стороны Сюда Летит Быстрая Молекула Он Дверцу Открывает Молекула Пролетает А если Летит Медленная Молекула С маленькой Скоростью Он Дверцу Закрывает И она Отпрыгивает От дверцы Если С другой Стороны Летит Быстрая Молекула Он Дверцу Закрывает Ее Не пропускает А если Летит Медленная Молекула С маленькой Скоростью Он Ее Пропускает Ну понятно Что Некоторое Время Поработав Максвелл Соберет Здесь Все Быстрые Молекула Здесь Будет Большая Температура А здесь Все Медленные Тут Будет Маленькая Температура Ну чего Мы получили Нагреватель Холодильник Дальше Берем Обычный Двигатель Который В автомобиле Стоит И пока Температура Разная Крутим Колесо Вырабатываем Электроэнергию После этого Температуры Выровняются У нас Говорим Поработай Немножко Он Пооткрывает Позакрывает Дверца Легкая Поэтому На работу На двигание Дверцы Он тратит Очень мало Ну немножко Тратит Конечно Энергии Ну чуть-чуть И снова Ну и в результате У нас Температура В целом Будет понижаться В этом помещении Да ведь мы Получаем Полезную работу Поэтому Закон сохранения Энергии Никто не отменяет Но все время Он снова При заданной Температуре Делит на более Горячий Более холодный Мы снова Получаем Работу Ну и так Делаем До тех пор Пока температура В комнате Не упадет До абсолютного Нога Вот он Вечный двигатель Второго рода Который придумал Максвелл Он называется Демон Максвелл Вот Максвелл Специально Придумал Демона Максвелла Чтобы объяснить Что так Не получится Так Не получится Чтобы понять Почему не получится Последний Вопрос Можно еще один Вечный двигатель Придумать Это комната Наполненная Газом Никаких Перегородок Мы мысленно Ее разделили На две половины Молекулы Молекулы В газе Практически Не взаимодействуют Друг с другом Им друг на друга Наплевать А может случиться Так что Хаотически Двигаясь Все молекулы Оказались В этой половине Комнаты А в той половине Комнаты Вакуум Общу бы Нет Но если Такое Случилось То понятно Что там Где молекул Много Оттуда Подует Ветер Сюда Если Подует Ветер Мы поставим Пропеллер Ну дальше Все получилось Пропеллер Поработал Мы выработали Энергию После этого Мы подождем Пока молекулы Снова случайно Соберутся Там все Снова Подует Ветер Мы снова Включим Спрашивают Почему не получится Так не получится А почему Не получится А давайте Сочетаем Если у нас Есть в комнате Н молекул Давайте Сочетаем Вероятность Того Что все молекулы Собрались здесь Молекулам Друг на друга Наплевать Это идеальный Газ Они Не взаимодействуют Поэтому Молекула Номер 1 Окажется Здесь С вероятностью 1-2 А молекула Номер 2 Окажется Здесь С вероятностью Тоже 1-2 А молекула 1 и 2 Одновременно Окажется Здесь С какой Вероятностью 1-4 А 3 Молекулы 1-8 а n молекул вот такой. Если n это 10 в 26 степени, то 2 в степени 10 в 26 это очень много. А единицы на 2 в такой степени это очень мало. Поэтому вероятность того, что они соберутся здесь, очень маленькая. Они могут собраться, только ждать долго надо. А давайте теперь попробуем сосчитать вероятность другой вещи. Что половина молекул соберется здесь, а половина здесь. Молекулы с номерами от единицы до n пополам собрались здесь, а с номерами n пополам плюс 1 и так далее до n собрались здесь. С какой вероятностью здесь соберется n пополам молекул? 1 вторая в степени n пополам. С какой вероятностью здесь соберется? 1 вторая в степени n пополам. Им друг на друга наплевать, с какой вероятностью первые n пополам соберутся здесь, вторые здесь. А. То же самое. тогда вообще непонятно, почему мы до сих пор не задохнулись, если это и это равновероятные события. Дело в том, что вот это неправильный расчет. Дело в том, что мы занумеровали молекулы и попросили молекулы с малыми номерами собраться там, а большими здесь. А если молекула номер 1 и номер n пополам плюс 1 поменяются местами, мы это заметим? Нет. А вы понимаете, сколько таких обменов можно сделать, не меняя числа молекулы? Это школьная комбинаторика. Но вероятность таких обменов колоссальна. И поэтому вот такая ситуация может реализоваться гораздо большим числом способов, чем такая. Здесь-то все должны здесь собраться. А здесь вот эту вероятность мы должны умножить на число всех мыслимых перестановок между молекулами по одной, по две, по три, лишь бы они не меняли числа молекул. И окажется, что вот эта-то вещь реализуется гораздо большим способом, числом способов, чем эта. Ну вот, чтобы понять, почему так получается, я сейчас совсем детский расчет вам покажу. Я так для детей в коротких штанишках люблю его показывать. Но это полезно. Пусть у нас в комнате только четыре молекулы. Один, два, три, четыре. Тут будем варианты откладывать, а по вертикали будем число таких вариантов. Сколько у нас вариантов, когда в одной половине комнаты собрались четыре молекулы, а в другой не одна? один вариант один, два, три, четыре. Согласитесь, только так. А сколько вариантов, когда здесь три молекулы, а здесь одна молекула? Давайте посчитаем. Во-первых, первое, один, два, три здесь, четыре здесь. Есть второй вариант, один, два, четыре здесь, три здесь. Есть еще один вариант, два, три, четыре здесь, один здесь. Есть еще вариант, когда здесь номер два, а здесь один, три, четыре. Четыре варианта им собраться. Так, а сколько вариантов им собраться поровну? Один, два, три, четыре. Один, три, два, четыре. Один, четыре, два, три. С единицей кончилось. Два, три, один, четыре. двойками кончилось. И, наконец, три, четыре, один, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вариантов. Сколько вариантов? здесь немножко не в масштабе нарисовал. Сейчас, погодите. Что там? Да? Не, не хочу сейчас с вами разговаривать. Никогда неудобно с вами разговаривать. Ну, так неудобно, и все. Девушка, вы своей маме позвоните, она будет вам рада. Или молодому человеку. Вот-вот, своему приятелю позвоните. Спасибо. Ну, естественно, когда здесь одна, а здесь три, будет четыре варианта, когда здесь у нас один, два, три, четыре, так? И когда все соберутся здесь, один, три, четыре, только один вариант. Вот такая простенькая диаграммка. Поймите, что все эти состояния для молекул абсолютно равны, им все равно. они друг о друге ничего не знают. Они не знают, кто находится. Поэтому каждое из этих состояний, они все равновероятны. И у Господа Бога имеется колода карт раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, из шестнадцати карт, которые он перемешивает и совершенно случайно вытаскивает по очереди. И то, что он вытащил, такая ситуация реализуется. Так какая чаще всего ситуация будет реализовываться? Господа, это называется термодинамическое равновесие. А это как называется? неравновесное состояние. А когда почти термодинамическое равновесие, но чуть-чуть мы от него отошли, это как называется? Флуктуация. У нас пока молекул всего четыре, столбиков мало. Если было молекул шесть, уже было бы больше столбиков. У нас было бы сперва небольшое отличие от равновесия. Это была бы маленькая флуктуация. А потом, чем дальше, тем больше флуктуации. А что было бы с вероятностью флуктуации при ее возрастании? Чем больше флуктуация, тем меньше карт соответствующих, тем меньше возрастания. Если мы как-нибудь сделали систему в этом неравновесном состоянии, не надо думать, что ей хочется перейти в равновесие, ей наплевать. Просто Господь Бог случайно вытаскивает карту. И скорее всего рано или поздно она окажется здесь. А вот если мы находимся здесь, то сюда попасть трудно. Потому что Господу Богу все равно такую карту вытаскивает. Вот отсюда берутся необратимые процессы. Они на самом деле не запрещены. Никакой закон сохранения необратимый процесс не запрещает. Просто они маловероятны. а маловероятно потому, что разные состояния реализуются разным числом способов. Давайте напишем. Различные макросостояния вещества могут реализовываться вещества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...